60 лет Крымскому ТВ Событие, объединившее ветеранов и новобранцев телевизионного фронта Сегодня мы с вами познакомимся с теми, кто работает не только в кадре, но и за кадром Ретро и современность гостей праздника встречает камерный оркестр Крымской государственной филармонии В плейлисте ACDC «Нирвана» и «Металлика» Расскажите нам, как вам исполнять хиты «Нирваны» вместо Баха и Моцарта, ACDC, «Металлика»? Ну, на самом деле, это один из, так сказать, пластов музыкальных и достаточно интересных Вот мы подобрали такую, взяли подборочку действительно хитов Вот, которые сейчас уже, ну, в 20 веке они прогремели на весь мир И, в общем-то, до сих пор гремят, до сих пор их знают, узнают и любят Поэтому мы, так сказать, не остались в стороне и тоже решили присоединиться Это первый опыт у вас такой вот эксперимент? Это первый опыт, да, это первый эксперимент Так, это действительно рок-хиты исполняются именно струнным камерным оркестром Без участия в никакой ритмической секции То есть чисто все играет оркестр Ну, как там говорят рокеры, давайте слабайте нам что-нибудь Слабаем Узнаете, узнаете, Татьяна Дмитриевна, кто это? Да, узнаю Кто эта эффектная блондинка? Впрочем, она эффектная и по сей день Ну, какие волосики были длинненькие А юбка какая у вас? Вы были модница? Да, а худенькая какая? Ну, вообще Татьяна Дмитриевна, расскажите, вы когда попали на Крымское телевидение впервые Что вам запомнилось больше всего? Каким вы увидели телевидение тогда, в те дни, в то время? Ну, я приехала тогда из Новосибирска, где тоже работала На студию телевидения Я как бы сравнивала Ты уже была матерая такая? Ну, не матерая, допустим, но 5 лет и порой работала Ну, а вот вы видели, там была совершенно другая техника Совершенно другой подход к работе Что это было? Потому что люди этого уже не помнят, не застают Дело в том, что сейчас работает так легко, вы не представляете себе Это просто все облегчен, облегчен весь наш труд Вы не представляете, как люди работали без компьютеров, без интернета, без всего, понимаете? С огромными вот такими бобинами, которые нужно было людям таскать на себе Вот, или даже потом пошли супер-ВХСные кассеты Это тоже вот такие огромные кассеты, все было сложно А сейчас здорово, бесподобно Я честно признаюсь, я сейчас молодым людям очень завидую Мне бы сейчас, ну просто, если вернуть юность, мне бы было классно Людмила Анатольевна, ну вы одна из тех людей, без которых телевидение невозможно Хотя вы остаетесь за кадром, но вы занимаетесь техникой речи Сколько дикторов через вас вы считали прошло, которые в себе правильно все сделали И говорили так, что у них все летало, просто без запиночки? Вы знаете, я не ставила такой цели считать дикторов Но все, кто работал на телевидении, начиная со мной, в моем присутствии уже Начиная с 95, извините, с 2005 года, 2007-го Уже с этими всеми дикторами мне пришлось работать Люди, которые нас смотрят, у которых есть какие-то там врожденные дефекты Там букву «Р» не выговаривает или еще кто-то Все, им надо ставить крест на карьере телеведущего? Нет, ни в коем случае, ну что вы Здесь очень важно огромное желание Огромное желание, и можно справиться с любым дефектом Поскольку я работаю еще не только как педагог по технике речи Еще и как логопед с тем, чтобы исправить речевые недостатки Поставить звуки, поставить голос И главное желание, и тому ряд есть примера, Максиночка, о которых вы знаете даже на нашем телевидении Люди, которые исправили эти дефекты В том числе спасибо вам большое, я тоже ходила к вам на занятия И всегда, когда вас вижу, вспоминаю вот эту длинную-длинную скороговорку Четверг, четвертого числа, в четыре четверти часа Лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии 33 корабля ловировали, ловировали, да не выловировали, а потом Совершенно верно, протокол, протокол протоколом запротоколировал Как интервьюером интервьюируем, и Лигурийский регулировщик Речисто, да не чисто Да, так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду Что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки. Сегодня 60-летие. Каким оно было, телевидение? Ведь все было по-другому. Что осталось с тех пор? Или все уже кануло в лето, уже нет ни той техники? Техники, конечно, нет. Кстати, в нашем фильме мы об этом говорим. Осталась только лестница, светительская металлическая лестница в большом павильоне. Мы ее в нашем фильме показываем. Когда вы создавали фильм «60 лет в эфире», что вас впечатлило больше всего? И, может быть, какие-то факты, которые вы узнали, только работая над этим фильмом? Ну, факты, которые я узнала, меня как бы потрясла история с космосом, о том, что один из наших фэтэсников передавал привет Терешковой, которая из космоса передала привет крымской студии телевидения. Это как бы у нас очевидец в фильме рассказывает об этом. А вы работаете на телевидении уже сколько лет? Много. Страшно много лет. Двадцать. С лишним. Профессиональными поделитесь секретами. Я тоже хочу в вашем возрасте так прекрасно выглядеть. Что мне нужно делать уже сегодня? Наверное, иметь некоторую инфантильность в душе, но не в уме. То есть оставаться, как Господь говорил, будьте как дети. И не старайтесь взрослеть. Старайтесь пребывать в том приподнятом моем любимом состоянии, о котором я вам когда-то рассказала, веселой злости. Ну что, молодежь наступает мне на пятки. Смотрите, двое ведущих. Программа «Витамин». Соня и Тимофей. Сколько вам лет? Мне сегодня исполнится одиннадцать. Девять. Сегодня у тебя с днем рождения? Да. Во-первых, с днем рождения тебя, конечно же, поздравляю. Соня, ну расскажи мне, а почему решила телеведущей стать? Ну, я всегда хотела стать знаменитой. Знаменитой? Да, я люблю работать на камеру. Мне это интересно. Мне интересен процесс съемок. Тимофет. Мне тоже интересно было всегда там сниматься. Я люблю много разговаривать, поэтому на телевидении. Да, да, наш пациент. Все правильно. Отдали тебе родители по адресу. А как думаете, каким будет телевидение через шестьдесят лет? Крымское. Я думаю, что оно останется таким же добрым, таким же познавательным, таким же интересным. Да, оно может перейдет. Мы не будем смотреть телевидение на экранах телевизоров. Мы, скорее всего, будем смотреть у себя на каких-то гаджетах, да, это телевидение. В любой момент мы сможем включить любимый канал. Но, поверьте мне, человек, который живет в Крыму, ему будет всегда интересно, что происходит именно на соседней улице, да, в его городе, у его соседей. И поэтому, я думаю, что региональное телевидение, тем более крымское телевидение, всегда останется и будет не только через шестьдесят лет, но и через сто шестьдесят лет крымское телевидение сохранится. Ура! Ура! Дмитрий Анатольевич, а вы находите время на то, чтобы смотреть вообще телевизор? В принципе, не только крымские. Это же моя работа, поэтому на работе у меня два телевизора. По одному всегда смотрю наши крымские телевизионные каналы, ну, конечно, Крым, Крым 24, а по второму федеральный. Так что все нормально. При этом три гаджета, в которых я тоже периодически посматриваю. Если что-то не успеваю посмотреть в эфире, обязательно захожу на сайт. Не устаете от этого потока информационного? Ну, мы живем в такое время и в таком мире, когда информация, по большому счету, определяет уже наше сознание. А поскольку мы находимся во главе этого информационного потока, то, конечно же, нужно этому соответствовать. Мечтали когда-нибудь о карьере телеведущего? Мне кажется, у вас получилось бы. Были мысли такие? Честно, честно, никогда не мечтал. А что могли бы вести ток-шоу? Ой, я не знаю. Посмотрим. Может быть, какие-нибудь развлекательные программы, может быть, и стендап-шоу. Но я шучу, конечно. Как вы считаете, каким будет телевидение крымское через 60 лет? Ммм, вопрос провокационный. Потому что если все это время учредителем телерадиокомпании будет Министерство внутренней политики, информации и связи, то мне кажется, это будет телевидение. Знаете, как Дом Советов в туристических произведениях авторов 20-30-го года прошлого века, такой, этажей в 50. Значит, в структуре ТРК будет, наверное, 15 средств массовой информации. Вещать вы будете везде, включая Северный и Южный полюс. Вы будете первой кнопкой, 21-й кнопкой в некоторых субъектах Соединенных Штатов Америки. Вот. И программа «Культура с Куприяновой» будет встречать свой бенефис. Да, и мы все ее будем сегодня поздравлять. Ну, как-то так. Браво! Звучит как тост. И очень хорошо подходит на окончание моей программы. 24 мая на сцене Севастопольского театра имени Луначарского интерактивный спектакль «Последний клок». Комедия-триллер, в которой задействованы не только профессиональные актеры, но и сами зрители. Вам предоставляется шанс принять участие в расследовании преступления. Начало авантюры в 18.30. 25 мая на сцене Луначарки роман «Предсказания бесы» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. В жизни большого уездного городка, тихо живущего по своим провинциальным законам, врывается вихрь сокрушительных событий, которые сначала кажутся загадочными и даже мистическими. Детективная воронка поглощает одного за другим жителей городка, а происшествия, небывалые, немыслимые, фантастические, сбегаются в мощный стихийный поток. Начало спектакля в 18.30. 26 мая на этой же сцене комедия «Кьоджинские перепалки». Кьоджа – это живописная деревушка в темпераментной и горячей Италии, поэтому и страсти на сцене разгораются нешуточные. Режиссер постановки Георгий Цнобеладзе создал такую себе комичную историю про Ромео и Джульетту. Начало спектакля в 18.30. 24 мая в Севастополе выступит король русского шансона Михаил Шуфутинский. Самые проникновенные композиции разных лет, теплая и романтичная атмосфера праздника, а также невероятная харизма и неиссякаемая энергия знаменитого шансонье ждет каждого зрителя в этот вечер. Начало концерта в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин